Добрый день, друзья! Я Лобанова Ольга Всеволодовна, врач-педиатр по образованию. С компанией Тенториум сотрудничаю 22 года. И сегодня в рамках круглого стола врачей из Санкт-Петербурга мы проводим вторую сессию марафонной истории по использованию апифитопродукции компании Тенториум среди детишек и их мам. Вы услышите реальные истории оздоровления от реальных людей. Итак, мы начинаем. Первая история, которую с вами поделится врач-педиатр Алиева Тереза Леонидовна. Я врач-педиатр, работаю в частной клинике. Зовут меня Алиева Тереза Леонидовна. Работаю с детками, ну, как понимаете, врач-педиатр работает с детками с разными диагнозами. Но были у меня случаи с детками, часто болеющими, и с атопическим дерматитом. Ребенок, часто болеющий, поднимал у меня продукцию Тенториума APV, принимал, что она у меня еще принимала, там, экстравор, хлебину, и местная мазь Тенториум на межлопаточную область и слизистые носа. Результат был замечательным, особенно мы с мамой это заметили на второй неделе нашего лечения. Этот результат удивил меня очень, удивил маму также, что именно на продукции Тенториум результат оказался положительным в качестве лечения. Потом у меня был еще ребенок с атопическим дерматитом, тяжелейшая форма, лечились они и у драматолога, и у аллерголога. Ребенок покрывался, будем говорить, грубокоростой. Лечение принимали длительно, у всех специалистов результат они увидели. Решили начать лечение продукцией Тенториума. И на продукции Тенториум вот здесь результат оказался еще быстрее и эффективнее. На 10-й день лечения мы уже увидели результат, который был положительным в плане, что у нас стали очищаться кожные покровы. Она стала, девочка, спокойнее, появился аппетит. И при всем при этом она принимала у меня ту же продукцию и пили. Правда, принимала очень много апихита. Пила его в течение дня в разведенной водичке. Апихит. Принимала экстрабифунгин и также местно. Мастер Тенториум один к одному с апибальзамом один. Результаты были налицо. Поэтому я хочу сказать, что продукция Тенториум помогает. Помогает как деткам, я надеюсь, так же и взрослым. Вы услышали радость и удивление от врача-педиатра, которая помогла двум маленьким девочкам 5 и 3 лет с помощью аппетитопродукции восстановить иммунитет и поддержать здоровье. Я рада, когда врачи, особенно врачи-педиатры, доверяют нашей продукции и к медикаментозному лечению добавляют продукцию компании Тенториум, и дети скорее выздоравливают. Следующий сюжет от многодетной мамочки Пименовой Елены. Она начала история ее дружбы с продукцией Тенториум, когда ее малышки, трехлетней дочери, поставили диагноз бронхиальная астма, а отчаянию родителей не было предела. Итак, смотрим видео Пименовой Елены. В 2007 году я родила ребенка. Сначала все родили ничего, но ближе к году у нее начался кашель, он усиливался, ситуация усложнялась со временем все хуже и хуже. Сначала нам поставили бронхит обструктивный, трем годам нам поставили астму. Последний раз, когда мы лежали с ней в больнице, это было ей три года, с температурой, и у ребенка приступ не прекращался. Все ночи напролет мы сидели с ней с ингаляторами, антибиотики постоянно, постоянно лекарства, эти постоянные приезды скорой. Я помню, как она сидит, кашляет, а я сижу рядом с ней, плачу, дежуреет этот ингалятор. Намучились очень сильно. С Тенториумом я совсем не верила, потому что врачи на тот момент говорили, вы что, с ума сошли? Мед – это жуткий аллерген для ребенка с астмой, это просто невыобразимо. Мы пришли туда скорее для того, чтобы я поставила себе галочку, что я попробовала все. Ну, чтобы саму себя успокоить. И начали мы с ней прием с Тенториума. И буквально через два месяца уменьшилось количество приступов у нее. Она лучше стала откашливаться. И с течением времени дальше у нее продолжалось улучшение и улучшение. Но где-то через полгода у нас практически перестали приступы появляться вообще. А уже через года полтора, наверное, мы вообще забыли про это. Принимали мы... Сначала мы взяли полную программу здоровья, «Линия жизни» 1, 2, 3. Парил ее и пивишкой. Пегус, Одевит, Экстралор, Экстрабифунгин, Хлебину, Тенториум плюс. Все это мы постоянно тщательно жевали. Вот как таблетки выписывают врачи. Три раза прием. Точно так же мы утром вставали сразу же, ели все эти шарики, все дрожжи. У меня уже дети сами кричали. Мама, давай шарики. Так и дальше продолжали мы периодически для профилактики. Нас поставили на Д-учет и с астмой. Сказали, приходите получать бесплатные лекарства. И вот буквально пару лет назад мы с ней пришли взять справку о том, что она здорова в какую-то секцию. Врачи подняли карточку, посмотрели. Говорят, а у вас же стоит Д-учет. Как мы вам поставим, что вы полностью здоровы? Я говорю, так вы посмотрите, мы к вам 10 лет вообще не заходили. И действительно, вот они посмотрели, все, сняли сразу же на СД-учет. Потому что в течение 10 лет мы больше ни разу не обращались к докторам. За что большая благодарность Триториуму. К сказанному выше хочу добавить, что у малышки, кроме бронхиальной астмы, был еще лимблиоз и постоянные запоры. Именно поэтому прием продукции мы начали с полной программы здоровья, в состав которой входит программа очищения желудочно-кишечного тракта. И на фоне медикаментозного лечения наша продукция помогла ей очень быстро справиться с бронхиальной астмой. Запоры прошли буквально на первой неделе приема продукции. А бронхиальная астма, как было сказано, прошла примерно через полтора года. Затем супруги решили завести второго ребеночка. Но у женщины в это время были хронические воспалительные заболевания органов малого таза, в том числе хронический аднексид, фибромиома, еще у нее была анемия и постоянные боли в области живота. И тогда она решила, да, и средствия этого у нее были несколько выкидышей. И тогда она решила тоже поесть продукцию Тенториум. Это была большая программа и ЭПВ, и АПИХИД, и смесь РОЖЕ, экстрабифонгенформула, и АПИТОК. И местно она использовала АПИБальзам-1 с кремом Витус Фактор. И прием продукции у нее был 4-5-6 раз в день. И на фоне медикаментозного лечения и приема продукции самочувствие ее быстро улучшилось. И через 6 месяцев она забеременела. Беременность протекла хорошо, девочка родилась в срок, с малышкой все нормально. И буквально через полтора года родился еще в этой семье и мальчик. Вся семья счастлива. Дети сейчас здоровы, активны, гармоничны, развиты. В их семье всегда есть наши продукты Тенториум. Аптечка Тенториум. Это и АПИБИ, и АПИХИТ, и продукт номер один, и крем Тенториум, и присыпка, и пилоид. Потому что дети активны, и у них бывают и ушибы, и шишки, и какие-то царапины. Эта семья – мои звездочки. Я ими горжусь. Вот такая замечательная история. А теперь, пожалуйста, следующий ролик от молодой мамы Оксана Печенюк. Здравствуйте, меня зовут Оксана Печенюк. И сегодня хочу поделиться результатом применения продуктов Тенториум для лечения дочки. Мы применяем продукты Тенториум с первого дня жизни. Дочке сейчас 4 года. И в частности, хочу рассказать, как мы справляемся с температурой, с простудными какими-то заболеваниями при помощи продуктов Тенториум. У нас был негативный опыт в полтора года применения продуктов, ну, лекарств из аптеки. И после этого я полностью перешла на применение именно Тенториум во время простуды. Лучше всего нам помогает апибальзам номер 2 от температуры, APV, бальзам APV и драже хлебина или Тенториум плюс. То есть просто, если ребенок, я вижу, что температура, апибальзамом 2 каждый час мажу все лимфоузлы на шее, подмышечной впадине, локтевом сгибе, под коленкой, пяточки тоже мажу. Это нам дает прям снижение температуры на 1 градус. И APV даю тоже каждый час по полчайной ложки. Причем неважно, какой возраст, именно вот интенсивно давала в любом возрасте и в 2 года, и в 3, и сейчас тоже в 4. Именно во время простуды и высокой температуры. И хлебину точно так же каждый час по одной горошке. Что нам это дало? Мы сейчас справляемся с температурой буквально за 3-4 дня без применения каких-то жаропонижающих лекарственных средств. Как уже говорила, у нас в полтора года была первая температура, и я применяла жаропонижающие. Это вылилось в прием антибиотиков. Мы болели тогда 3 недели, и это привело к гнойному атиту и, ну, к какому очень длительному-длительному лечению. И тогда я поняла, что просто буду давать тенториум в больших дозировках, в таких прям взрослых дозировках, потому что это все равно безопаснее, чем давать антибиотики и жаропонижающие. И еще два продукта, о которых тоже хотела рассказать. Это Апиток и Апихит. Медовая композиция Апиток и бальзам Апихит. Они тоже очень хорошо помогают при температуре, именно чтобы снять интоксикацию. И ребенок, ну, реально чувствует себя лучше. То есть при температуре 38 ребенок может скакать по кровати и быть бодрым, веселым, и не чувствовать вот такого подавленного состояния. Просто делаю медовую водичку с Апихитом, капаю туда от 5 до 10 капель Апихита на полстакана воды и немножко Апитока. И так даю тоже Апиток несколько раз в день, раз в 5-6 день, буквально по горошке. И это тоже классно сказывается на более быстром выздоровлении. Хотела поделиться с вами еще одним результатом по поводу применения крема Апибюст от компании Тенториум при грудном скармливании. В моей семье, как говорится, все женщины были не молочные, то есть кормили буквально до 3-4 месяцев ребенка, а потом молоко пропадало. Я была настроена кормить долго, год, полтора, два, и поэтому для меня было важно понять, как это можно сделать. И когда в 3 месяца у меня начало молоко пропадать, я вспомнила про крем Апибюст и стала им пользоваться. Причем курс применения крема должен был быть 7-10 дней, а мне хватило буквально 2 дней, просто наносила на ночную область груди этот крем, и через 2 дня молоко вернулось в полном объеме, и после этого я кормила дочку до года и 3 месяцев. Причем кормила бы и дольше, но дочка уже сама просто отказалась его дальше пить. Вот такой результат. Причем это не только у меня, я после этого советовала тоже двум своим подружкам, которые тоже кормили, у которых было негативное под сперм ребенком, когда молоко пропало в 2 месяца, и второго ребенка в результате они кормили больше года. Тоже благодаря тому, что вот в 2-3 месяца они начали пользоваться кремом Апибюст. Причем это было тоже разово, буквально пару дней, и молоко вернулось в полном объеме. Классный лайфхак, пользуйтесь, это реально помогает. Да, действительно, крем Апибюст существенно улучшает лактацию, но еще хочу сказать на заметку всем женщинам, он улучшает, поддерживает бюст и убирает растяжки не только в области груди, но и на животе, на бедрах и других местах. Пожалуйста, пользуйтесь кремом Апибюст. И еще два отличных результата от Елены Ким. Посмотрите, пожалуйста, следующее видео. Добрый день, дорогие друзья. Хочу поделиться своими личными результатами по применению продукции Тенториум для малышей. Меня зовут Елена Ким. Продукции Тенториум я пользуюсь очень давно, уже 17 лет. И тема материнства, детства, она мне очень близка. У меня двое сыновей, сейчас им уже 32 и 20 лет. Когда я познакомилась с продуктами пчеловодства Тенториум, моему старшему сыну было 15 лет. И на тот момент его медицинская карточка была довольно-таки пухлая. Он болел бронхитами, ангинами и всевозможными простудными заболеваниями. Несколько раз был в больнице. И мы пользовались антибиотиками очень запросто, потому что их рекомендовали доктора. Когда младший сын познакомился с продукцией Тенториум, ему было всего 3 года. И мы активно начали использовать и дрожжи, и бальзамы прополисные в своем питании. И поэтому его медицинская карточка, она достаточно тоненькая. Поделюсь с вами последними результатами по оздоровлению детей. Я познакомилась с маленькой девочкой. На момент встречи ей был 1 год и 8 месяцев. И у нее был диагноз атопический дерматит и непереносимость коровьего молока. И мы все с детства знаем девиз «Пейте, дети, молоко, будете здоровы». Ну вот в данном случае этот девиз поддержать было невозможно. Начали принимать дрожжи экстралор. Всем мамам рекомендую этот продукт. Он содержит пыльцу, обножку, очень богатую ферментами. И содержит экстракты трав. Всем нам тоже очень знакомые. Это и экстракт коры дуба, эвкалипта, зверобоя, календулы и других трав. Ну и также наш помощник прополис тоже в составе есть этого дрожжи. Дозировка была небольшая. Ребенку было около двух лет. Поэтому 2-4 горошки 2-3 раза в день. И вот в течение полугода эта девочка принимала дрожжи. Ну и фоном шел мед с маточным молочком и прополисом опиток. И вот примерно через полгода уже девочка смогла пить молоко. Сейчас ей 4 года. Диагноз атопический дерматит снят. И молоко является любимым напитком. Очень много в научных журналах статей на тему ферментативной недостаточности. Врожденные недостаточности у детей. И вот в течение 2-3 лет можно использовать пыльцу, обножку пчелиную в питании детей. И пищевые аллергии отступят. Поэтому пользуйтесь продуктами пчеловодства и здоровье детей будет значительно улучшаться. Второй результат это такой дачный результат. Дети часто летом бегают, играют, очень много двигаются. И вот за чаем одна девочка 12 лет опрокинула на себя стакан чая с кипятком. Всегда в холодильнике имеется крем-масс челедония. В составе ее прополис и сосновая живица это прекрасные компоненты, которые способствуют быстрому заживлению ран. Быстро намазали на место ожога, место покраснело, было больно, девочка, конечно же, плакала. И соответственно боль начала утихать, прополис обладает более утоляющим таким эффектом. И место покраснения тоже стало немножечко таким бледнеть. И в течение часа боль снова возвращалась, снова мазали челедонии и соответственно боль утихала. Но когда ребенок плачет, очень трудно добиться от него, где же еще болит, чтобы помазать кремом. Примерно через час девочка пожаловалась, что у нее еще и нога была обожжена. Там уже начали образовываться волдыри. И вот помазали уже и в том месте челедония, и волдыри не образовались, стала заживать нога. То есть к концу дня ребенок бегал, прыгал, скакал, и уже даже и подзабыл, что у него был сильнейший ожог кипятком. Поэтому всем рекомендую в своей аптечке иметь такой продукт, как крем-мазь челедония. Ну и чем хороши и замечательные продукты компания Тенториум, ими можно пользоваться всей семьей. И дрожжи экстралор может использовать и мама, и малыш, и крем-мазь любую из наших тоже может использовать вся семья. Поэтому будьте здоровы и пользуйтесь продуктами пчеловодства. Добрый день, друзья. Меня зовут Ирина Янсен. И сегодня я тоже хочу поделиться результатом своего сына. Вот этот результат, он убедил меня еще в начале моей карьеры в эффективности апифитопродукции. И вот уже 22 года я сотрудничаю с компанией Тенториум, и вся наша семья является приверженцами продукции Тенториум. И когда сын пошел в школу, он очень часто болел ангинами. Это был постоянный прием каких-то антибиотиков. Причем антибиотики были все сильнее и сильнее. И вот дошло до того, что один раз мы пригласили педиатра домой, и она сказала, что ребята, я уже не знаю, чем вас лечить, потому что антибиотики вам уже нельзя. Анализы показали, что на миндалинах выросли грибы. И она сказала, что ищите что-нибудь натуральное, что повысит и восстановит ваш иммунитет. Конечно, иммунитет был полностью, наверное, разрушен, потому что мы часто и длительно применяли антибиотики. Ну, мы стали, конечно же, искать что-то, какие-то продукты, пробовали биологически активные добавки, и вот именно в это время мы познакомились с компанией Тенториум, с продукцией Тенториум. В очередную ангину мы пошли, обратились в Лорнии в городе Санкт-Петербурге, чтобы пройти там лечение и сделать процедуру промывания миндалин. Врач нам сказала, что вам потребуется не менее 10 процедур. Ну, они делали там процедуры с какими-то своими лекарственными препаратами, но я попросила сделать промывание нашим водным экстрактом прополиса APV. Врач согласилась это сделать, и они промывали APV, и в дальнейшем еще в конце смазывали миндалины апибальзамом 1. И вы знаете, вот после пятой процедуры врач сказала мне, что вы знаете, все хорошо, вам больше не требуется промывание, то есть вместо 10 процедур нам понадобилось всего 5. И Елена Павловна, это вот так зовут нашего врача, лор-врача, она до сих пор в своей практике использует водный экстракт прополиса, работая уже в частной детской клинике. конечно же, частые ангины, они не прошли для нас бесследно. И все, наверное, вы слышали такое выражение, что ангина кусает сердце и лижет суставы. И вот у ребенка начались боли в области сердца при спортивных нагрузках. Он тогда начал заниматься плаванием, появились боли и стали прослушиваться шумы. На эхокардиограмме, когда мы сделали эхокардиограмму, показала, что у него есть фиброзные изменения на хорде сердечного клапана. Ну и, конечно же, впоследствии это бы ухудшило работу сердца. Мы стали применять драже формула РА, мед с маточным молочком, опиток и ЭПИВИ. И вот принимали мы где-то в течение трех месяцев и после вот этого срока мы сделали повторное обследование, на котором уже этих изменений не обнаружилось. Почему вот так сработала продукция? Ну, во-первых, драже формула РА, она в своем составе содержит церазу, это экстракт восковой моли, которая растворяет воскоподобные вещества и в том числе растворяет и фиброзную ткань. Мед с маточным молочком, опиток, он очень хорошо питает мышцу сердца, он обеспечивает сердцу дополнительным кислородом и ЭПИВИ, водный экстракт прополиса, он, конечно же, убирает всю патогенную микрофлору из организма. И вот именно такое сочетание вот этих вот продуктов и регулярный систематический прием не меньше трех раз в день не от случая к случаю, конечно же, обеспечив вот такой вот быстрый хороший результат. Поэтому, дорогие мамы, дорогие бабушки, кормите своих детей, внуков продукции Тентуриум. Я всем желаю здоровья, всем желаю благосостояния с компанией Тентуриум. И сейчас мы послушаем еще один очень хороший результат на практически ту же тему по танзелиту Ивкиной Валентины. Здравствуйте, меня зовут Валентина, хочу рассказать вам опыт лечения танзелита у своего ребенка. У меня сын 18 лет, с 4 лет занимался хоккеем и очень много тренировок, изнурительных поездок на турниры, неполноценное питание из-за такого режима плотного графика, недосыпания, все это привело к тому, что у него сильно упал иммунитет и обнаружили врачи налет в горле на гландах и поставили хронический тензелит. Азиатры, как это обычно бывает, назначили первый курс антибиотиков, мы пролечились, ничего не помогло, потом второй курс антибиотиков, и так 4 курса нам назначили и каждый антибиотик был сильнее первого и спектр действия был шире, то есть был более мощный антибиотик и пока принимали антибиотики, горло было чистое, как только мы заканчивали курс антибиотика, это как правило 7-10 дней, через 2 дня после курса налет снова появлялся на горле, я очень переживала, потому что понимала, что ничего не помогает, я плакала и свекровь моя, дай бог ей здоровье, она уже много лет в тенториуме, уже более 10 лет, она мне посоветовала APV и я купила APV и после 4 курса антибиотиков я ребенку дала просто подержать во рту и через 2 дня я обнаружила, что у него абсолютно чистое горло, мы конечно продолжали лечиться APV и так потихонечку мы вылечили я еще включила тенториум плюс мне посоветовали как средство, которое хорошо повышает иммунитет и у меня ребенок слава богу вылечился без всяких лекарств только с помощью продукции компании тенториум кроме того у него отличные спортивные результаты он у меня 4-х кратный чемпион города Санкт-Петербурга по хоккею играл в очень престижном клубе в Sky играл вот сейчас очень активный крепкий телосложение крепкое закончил гимназию успешно дал экзамены в общем все у нас хорошо вот такой вот опыт спасибо за внимание добрый день дорогие друзья меня зовут Ольга Кашина мой стаж в компании тенториум 22 года 36 лет назад я закончила Ленинградский педиатрический медицинский институт я очень рада что мои знания пригодились компании тенториум сейчас я хотела предложить вашему вниманию выступление Марины Ларионовой из Петрозаводска 9 лет назад у меня родился внук беременность у дочери проходила хорошо но роды были тяжелые затяжные ребенок родился с родовыми травмами и было удушение после этого младенец был подключен к аппаратам из роддома ребенка с мамочкой перевели в неотологическое отделение детской республиканской больницы заведующее отделение давало прогнозы один страшнее другого но мы подключили продукцию компании Тенториум мамочка кушала маточное молочко в больших количествах и APV а ребенок пил APV и мазали кремом Тенториум все тельце и головку через месяц у ребенка все прошло выписали домой и на сегодня это здоровый активный ребенок я хотела бы немножко рассказать про Марину Лариону мы с ней лично знакомы я очень хорошо знаю их семью действительно мальчик изумительный с математическими наклонностями учится в математическом классе складывает двузначные трезначные числа и ходит в кружок кружок называется кванториум это у них Петрозаводский присколковый такой кружок действительно одаренный мальчик и немножко хотела сказать почему вот бабушки мамы все так любят крем тенториум крем тенториум в котором в своем составе содержит пчелиный яд и буквально недавно в своих лекциях Ирина Петровна сказала что пчелиный яд он расщепляет этот гормон стресса кортизол и помогает его вывести из организма и вот случился у младенца остановка дыхания конечно это же стресс для маленького организма и вот когда мама уже перешла в республиканскую больницу употребляла маточное молочко АПВ и мазала ребенка с головы до пят кремом тенториум вы знаете может быть мы тогда еще этого не знали про кортизол это было 9 лет назад но сегодня вот мы понимаем что мы как-то подспудно все это делали и все это делали правильно поэтому никогда не бойтесь и употребляйте крем тенториум для своих младенцев лучше будут спать и сейчас я хотела бы рассказать результат он совершенно такой новый свежий совершенно про одну молодую мамочку молодая женщина 36 лет в браке 15 лет детей нет и никогда не наступала беременность и они обратились к нам можно ли чем-то помочь в принципе мы сказали что можно попробовать это тенториум плюс формула апи фитотонус и пиви и они с удовольствием начали принимать сначала только принимала одна мама и через полтора месяца наступила первая в ее жизни беременность в принципе для этой семьи было большое счастье но случилось так что через два месяца эта беременность закончилась случился выкидыш но молодая пара ну вот молодая не молодая они правильно расценили это то что с ними случилось что организм скорее всего он еще не подготовился к 9 месяцам вынашивания беременности и они решили что они будут продолжать употреблять продукты компании тенториум и к этому еще подключился папа и активно принимал трудное молочко ну и в принципе все что я вам сейчас перечислила принимали они целый год не отчаивались и наступила вторая беременность беременность протекала хорошо все было нормально и вот на середине беременности это был февраль 2020 года папа заболел будущий папа заболел бронхопневмонией мама заболела естественно тоже ОРЗ но это было более легкой форме но поскольку беременным вы же понимаете не рекомендуется никакие лекарственные препараты они усилили прием продукта номер 3 и вот наступило время нужно идти в роддом мама проверяют каждую неделю и она сдает корона тесты на коронавирус вот а папа поскольку тоже захотел присутствовать в роддоме ему сделали тест и взяли кровь на антитела и антитела показали что у папа перенес современную вирусную инфекцию родился малыш 3 килограмма 100 грамм 51 сантиметр ему месяц все счастливы поэтому виват тенториум вот еще я хотела бы рассказать результат свой личный сына на прошлой конференции врач-стоматолог Руфия Перешева она напомнила мне рассказать о таком результате который случился правда давно ребенку было 11 лет и было конец лета начало учебного года мы пошли лечить зубы стоматолог сказал вот 3 зуба зубы это пульпитные будем лечить на что я сказала почему они пульпитные ведь они же не болят ну говорит нам врачам виднее поверьте нам и вот мальчик пошел в кабинет вылечили один зуб выходит врач говорит вы знаете действительно оказался кариес не пульпит но эти зубы следующие поверьте мне это пульпитные зубы у нас такие случаи бывали так повторилось трижды и когда залечили третий зуб вот вы знаете очень внимательный оказался доктор не все такое могут подметить выходит и говорит так в задумчивости знаете у меня такое чувство что у вашего мальчика разрушались зубы а потом они как-то резко перестали разрушаться потому что третий зуб тоже был простой банальный кариес и тут вы знаете я поняла что он уже полгода ест тенториум плюс поскольку я познакомилась с компанией тенториум и скорее всего тенториум плюс и сделал свое дело он прекратил разрушительные процессы в зубах потому что насытился организм витаминами макро и микроэлементами и всеми теми питательными веществами которые необходимы для правильного функционирования и еще очень хороший результат тоже про сына он 7 лет занимался плаванием ну в школе олимпийского резерва достаточно такой серьезный вид спорта оказался и нам повезло что у нас оказался очень хороший тренер и каждый год они уезжали в лагерь в спортивный лагерь и тренер всегда проверял лично чемоданы и рюкзаки чтобы мы родители не забыли положить туда банку меда я говорю ну а зачем мед ведь я тогда еще не была в медовой теме говорит ну как же они же плавают они тратят столько много сил ведь им нужно восстановиться тренировки утром днем и бываем вечером как восстановиться вот мед на подмогу ну здорово и хорошо так продолжалось некоторое количество времени в 11 лет как вы уже догадались сын поехал в спортивный лагерь не только с банкой меда но взял туда еще банку тенториум плюс горошки ну получил от нас родителей указания когда это нужно принимать поскольку в то время связь была не было мобильных телефонов и мы писали только друг другу письма и тут пишет письмо его друг и пишет маме мама Филипп принимает какие-то горошки быстрее всех плавает и занимает первые места не могла бы ты мне в лагерь выслать этих горошков мы тоже получаем письмо в котором сын наш пишет мама если тебя спросят где ты покупала эти горошки никому не говори ну вот такой вот юмористичный но тем не менее хороший результат и еще я всегда всегда отслеживала все показания крови матчи все анализы своего сына а поскольку спортсмены два раза в год они проверяются в диспансере и меня очень расстраивало что гемоглобин никогда не был выше 119 а что такое гемоглобин для спортсмена ведь мы же знаем это сила это восстановление это успех это даже настроение и как вы уже опять же догадываетесь осенью после диспансерного учета я проверяю анализы и что оказывается гемоглобин 135 для нас это было счастье вот опять же скажу тренер у нас был очень умный и всегда говорил как важно кормить спортсменов грамотно правильно калорийно и самое главное со всеми необходимыми питательными веществами и мы конечно же старались всегда и красная икра черная икра заморская икра даже помню принимали таблетки называется сплат с водорослями но к сожалению гемоглобин никогда не повышался выше 119 и вы знаете почему я вот для себя точно решила что мы можем всем чем угодно себя кормить но самое главное чтобы в нашем желудочно-кишечном тракте всегда присутствовали ферменты которые помогают расщепить ту пищу которую мы привносим в свой организм ведь именно желудочно-кишечный тракт это самый главный иммунный орган нашего организма из того что из него поступит в организм формируется вся наша гормональная система и возможно чего-то не хватает в организме идет полный сбой поэтому дорогие друзья действительно не зря пыльцу называют санитаром желудочно-кишечного тракта это и ферменты и бактериальная флора вместе взятые и вот еще бы я хотела сказать такие замечательные слова про нашу продукцию что в наших драже и в наших продуктах природное сочетание компонентов прополиса маточного молочка пыльцы меда пчелиного яда и это делает их незаменимыми и невоспроизводимыми никто кроме пчелы воспроизвести это не может ну что хочу сказать хочу просто вас всех призвать не бойтесь употребляйте и внукам и детям и самое главное не забывайте про себя поскольку наше здоровье наше самочувствие наше настроение оно все передается всем нашим поколениям и наша конференция сейчас ну завершается мы рассказали все что мы хотели и сейчас я хотела бы вам сказать что нас ждет 14 августа 14 августа это день медовый спас это самый главный наш праздник 14 августа состоится третья познавательная конференция тенториум ура и на этой конференции выступит Виталий Николаевич Ким вы знаете мы в Санкт-Петербурге с ним познакомились в 2000 в 2000 году и эта лекция она до сих пор вызывает у меня мурашки по телу потому что впервые мы все слушатели из такого грамотного профессора из уст профессора услышали что оказывается в нашем организме должно быть 600 питательных веществ а нам их катастрофически не хватает все дело в этом и это была ну революция в наших головах и каждая лекция Виталия Николаевича Кима это действительно это очень познавательно и маленькая но тем не менее революция в наших головах с нетерпением ждем этого дня с нетерпением и я думаю что все мы там встретимся 14 августа в 15 часов большое всем спасибо за внимание мы очень старались надеюсь вам понравилось наше выступление спасибо огромное всем здоровья счастья и процветания до свидания спасибо